Этот единый день охраны труда, возможность обменяться опытом и получить новые знания. В начале регистрация участников и знакомство с выставкой спецодежды. Здесь все по последнему слову технологии безопасности, дизайна и комфорта. Индустрия производства, индивидуальной защиты сделала большой шаг вперед. И теперь, как говорят специалисты, на острие науки. Костюм сварщика с веса в 5 килограмм превратился в костюм сварщика весом в килограмм. Обувь, которая раньше была пробита гвоздями, сегодня имеет литьевой метод крепления. И весит порядка 500-700 грамм. Договорились о проведении совместных семинаров и опять же о проведении опытных носок очков и респираторов. То есть вы даете сначала еще померить, поносить, а потом... Да, испытать, получить какие-то результаты и только после этого производится закупки. Одна из ключевых задач Дня охраны труда – профилактика производственного травматизма. Ведь город Бобруйск по этому показателю лидер в Могилевской области. За 4 месяца 2019-го в нашем городе произошло 2 случая со смертельным исходом и 8 с тяжелыми последствиями. В списке травмоопасных предприятий – К2, Водоканал, Белшинов, Андок, Европластик, Бобруйск мебель и электросети. А в числе основных причин несчастных случаев, как показал анализ расследований – пренебрежение правилами охраны труда. Из расследованных случаев, наверное, только в одном случае установлена вина нанимателя, должностных лиц. То, наверное, вот работа наших специалистов по охране труда, руководителей служб охраны труда, среди именно трудовых коллективов. Надо донести до каждого человека о том, что он в первую очередь сам ответственный за свою безопасность. В прошлом году несчастный случай произошел на предприятии «Эковерпро». 27-летний парень лишился кисти руки. Как позже показало расследование, рабочий нарушил требования охраны труда. Для предприятия это ЧП стало большой проблемой и потрясением, ведь на заводе пристально следят за безопасностью. Обучение персонала у нас проходит довольно серьезное, у нас квалифицированные кадры. Потом состояние оборудования, конечно, оно контролируется, и все защитные средства применения, средства защиты. То есть это тоже является такой довольно серьезным подспорьем для того, чтобы не совершались подобные случаи. Но, как правило, всегда бывают несчастные случаи, так и следствие того, что люди проявляют какие-то халатности и считают, что травма может случиться с кем угодно, но только не с ними. Но это ложное такое представление об охране труда. В городе проводится смотр-конкурс по профилактике травматизма и охране труда. Среди 50 организаций производственной и непроизводственной сферы выбрали 6 победителей. Второе место в состязании получил завод биотехнологий. Хоть предприятие и относится к потенциально опасным объектам, несчастных случаев там не было уже давно. Мы делаем все для того, чтобы их не было, потому что наше предприятие очень опасное. У нас масса взрыво-пожароопасных объектов, потенциально опасных. Мы подконтрольны Госпромнадзору и, конечно, на нашем производстве надо проявлять особую бдительность, чтобы все было хорошо, чтобы не было пожаров, взрывов, несчастных случаев и так далее. В рамках Единого дня охраны труда обсудили причины производственного травматизма, профзаболеваний и общественный контроль техники безопасности. Руководители и специалисты получили ценную информацию и обещали внедрять ее на практике. Однако надеяться только на них не стоит, ведь здоровье каждого только в его руках. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.